Соревнования по боевому развертыванию среди пожарных частей Тверской области проходят каждый год. На них оценивается, насколько профессионально подготовлены сотрудники для того, чтобы в реальных условиях спасать жизни людей. Соревнования довольно интересные. Сотрудники любят эти соревнования, готовятся, потому что они довольно традиционные, очень давно они проводятся. Если честно вам скажу, то зарождение этого вида боевого развертывания пошло из Тверской области. Это были где-то 2001-2002 года. В этом году в соревнованиях принимают участие 15 команд из 6 человек каждая. По сигналу они должны завести автомобиль, собрать рукава, забрать воду из емкости и затем с третьего этажа учебной башни потушить предполагаемый пожар. Если на все эти действия уйдет хотя бы полторы минуты, то о победе можно забыть. Работать необходимо максимально быстро. И также еще будут элементы штрафных баллов. Будут выявляться нарушения правил охраны труда, техники безопасности, неправильная переноска имущества и много различных моментов. Как на любых соревнованиях, здесь есть свои фавориты. Те, кто задолго до этого дня начинают подготовку и потому быстро и безошибочно выполняют все этапы. Практически всегда высокие результаты показывают спасатели третьей пожарной части. В прошлом году они стали победителями. В этом результат 1 минута 13 секунд – также один из лучших. Однако огнеборцы явно стремятся к совершенству. Нет, недовольны. Почему? Потому что плохо. А что не так пошло сегодня? Нет, это все так, просто медленно. Очень медленно. Недовольны. За каждую секунду спасатели борются не только для того, чтобы завоевать призовые места. При реальном пожаре потерянное время может слишком дорого стоить. Безусловно, в жизни существует множество факторов, которые просто невозможно учесть и отработать на тренировках. И все-таки именно на них спасатели учатся самому главному – командному духу. Ребята все готовы, у них вырабатываются специально, то есть уже чисто машинальные какие-то движения, что не нужно. Они понимают друг друга с полуслова, с полузгляда при экстренной ситуации, то есть как команда, считайте. Победители областных соревнований в дальнейшем будут представлять регион на уровне Центрального федерального округа. Тверские спасатели всегда одни из самых серьезных конкурентов и регулярно занимают призовые места. Показать свое мастерство на более высоком уровне стремится каждый участник областного этапа. Попасть даже в тройку сильнейших для нас – это очень большой уровень. А уж если поехать на федеральные соревнования, скажем так, в Москву, когда приходится, скажем так, биться с настоящими, скажем так, мужиками других городов, конечно, очень приятно. Светлана Маркина, Руслан Попов, РНТВ «Пилот».